Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 июня, Православная Церковь совершает память святых благоверных великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии в Иннокенях и Фросине. Святой Дмитрий Донской родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя Алексея Московского. Христианское благочестие святого князя Дмитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, святой Дмитрий просил благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников Александра Пересвета и Андрея Ослябю. За победу на Куликовом поле между реками Доном и Непрядвой в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы князь Дмитрий стал именоваться Донским. Он устроил Успинский монастырь на реке Дубинке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Святой Дмитрий приставился ко Господу 19 мая по старому стилю 1389 года. Был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. После Куликовской битвы стало очевидно. Народ поддержал политику московского князя на централизацию власти и борьбу с удельным сепаратизмом. Кровь русских воинов, обильно пролитая на поле Куликовом, укрепила в сознании уроженцев всех земель и княжеств идею русского единства, способствовала формированию великорусской нации. Всю свою жизнь Дмитрий Донской провел с оружием в руках, отдал все свои силы, принес себя в жертву ради Отечества. Великий князь явил нам личный пример благочестивой жизни в миру. Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными. Говорится в замечательном литературном памятнике «Слове о житии и представлении великого князя Дмитрия Иоанновича». «И с младенческих лет возлюбил Бога». Далее слово о житии дает такую характеристику Дмитрию Отраку. «Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Божественное Писание всегда со умилением слушал и о церквах Божьих имел большое попечение. И это неудивительно, ведь воспитателем и попечителем осиротевшего в девять лет князя был святой митрополит Алексий. С самого начала жизни он был приобщен к средерусского подвижничества, пребывал в духовной атмосфере, созданной преподобным Сергием Радонежским и его учениками. Всю жизнь князь стремился быть достойным имени своего небесного покровителя, великомученика Дмитрия Соломского, очень почитаемого на Руси. И это ему вполне удалось. Не случайно и тропарь Донскому был составлен по подобию тропаря тезаименитого ему святого. На все свои дела, ратные, политические и гражданские, великий князь всегда брал благословение церкви. В качестве основной личной черты Донского древний книжник выделяет необыкновенную любовь к Богу, с Богом все творящий и за Него борющийся, царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Кленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Летописец отмечает, что святой Дмитрий ежедневно посещал храм, строго постился, под княжескими одеждами носил власеницу, приобщался святых тайн каждое воскресенье и заключает «С чистейшей душой пред Богом хотел он предстать поистине, земной явился ангел и небесный человек». Не так часто русские князья были учредителями новой церковной традиции. Дмитрию Донскому мы обязаны появлением в церковном календаре двух особых дат – Дня обретения мощей благоверного князя Александра Невского и Димитриевской родительской субботы. Последняя была установлена в память воинов, положивших души за други своя на поле Куликовом. Открытие уже мощей послужило чудо. В ночь перед выступлением великого князя из Москвы против татар во Владимирском Успенском соборе Пономаре увидели, как у гробницы святого Александра Невского вдруг сама собой зажглась свеча, а из алтаря вышли два старца, может быть, святые митрополиты Петр и Алексий, и, подойдя к раке, сказали «Восстань, Александре! Ускори на помощь правнуку своему, великому князю Димитрию, одоливай ему сущу от иноплеменников». И тотчас же, как живой, восстал из гроба преславный князь Александр, после чего все трое стали невидимы. Многие современники отмечали христианское великодушие князя, большую любовь к своему народу, благотворительность, милосердие к нуждающимся, доброе отношение к подчиненным. Деятельность его отличалась мудрой мерой и высокой моралью. Он избегал обращаться к тем бесчестным и грубым приемам, которые были присущи его времени. Княжение Донского за редким исключением не знало случаев ухода от него служилых людей. На его духовном завещании стоит самое большое число боярских подписей. В русскую историю великий князь вошел и как активный хромоздатель. Многие соборы и монастыри основаны им памятники боевых подвигов нашего народа и высоты его духа. Венцом земной жизни стала достойная христианская кончина князя. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иванович послал за святым Сергием, преподобный, наблюдавший все течение жизни князя, не только был главным свидетелем преподобной, наблюдавший все течение жизни князя, не только был главным свидетелем при составлении духовного завещания, но и преподал ему все необходимые таинства, исповедовал, причастил и пособоровал. В день и час кончины святого преподобный Дмитрий Прилуцкий, находившийся далеко от него, вдруг встал и сказал братьям, «Мы, братья, строим земные тленные дела, а благоверный великий князь Дмитрий уже не печется о суетной жизни». Дмитрий Иванович перешел в жизнь вечную в 39 лет. По словам современников, он был величав и красив, имел замечательное дородство, волосы на голове были черные, густые, глаза светлые, огненные. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномучеников Патрикия, епископа Прусского и с ним трех пресвитеров, преподобного Корнилия Комельского чудотворца, преподобного Корнилия Игумена, Палеостровского, Аланецкого, благоверного князя Иоанна Угличского, выночества Игнатия, Вологодского, преподобного Сергия Шухтомского, мученика Калуфа, египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Матфея, Вознесенского пресвитера, священномученика Виктора, Каракулина пресвитера, священномучеников Ануфрия, архиепископа Курского, Антония, епископа Белгородского, Митрофана, Вильгельмского, Александра Ирошова, Михаила, Дейнеки, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Саульского, Павла Брянцева, Павла Попова, Георгия Богоявленского, пресвитеров и мученика Михаила, Вознесенского, преподобномученика Валентина Лукьянова. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!